сегодняшний гость программы правду 24 в одном из интервью сказал что елем климов научил его выжигать себя ради роли вот о количестве качестве то пепла мы поговорим с алексеем крафтинка приветствую вот алексей вот насчет выжигания все-таки здесь вот некоторые противоречия вижу потому что вы в той же беседе радиобеседе который я упомянул вы сказали что часто соглашается на те или иные роли но просто потому что надо жить ради как бы денег неужели тоже происходит выжигание в таких проектах но давайте так я скажу что конечно же работу которая совершенно мне неинтересно постно серо однообразно я брать не буду вообще никогда не за какие деньги так или иначе если я как актер чувствую что я что-то там могу нащупать мне интересно в первую очередь потому что если мне не интересно зрителю тем более не интересно я ее обязательно возьму я ее буду расковыривать буду подключаться на все сто процентов и попытаюсь сделать конфетку понятно из чего да вы знаете вот есть существа которые не играют но всегда привлекают внимание вот вы же знаете считается что животное невозможно при ухты по-моему я видел я уже не да как как надо держать вот так не знаю справлюсь ли я она еще и вам приходилось когда-нибудь вот так держать не только по животные вообще есть собаки до кошки не мой зверек меня как-то с детства не везло у меня всегда коты котята были агрессивные сами по себе и мне это как-то теперь мне это не нравится у меня был безумно злой код порода абиссинец он шипел как в фильме чужие чудовище шипит поэтому мама купила нет я купил а дает в каком возрасте да это недавно было относительно недавно лет 10 не прогнаться на время а почему вдруг такое возникло знаете я знаю что у людей как ни один товарищ рассказал мы подразделяемся кто-то управляет котами а над кем-то коты управляют это про и наоборот кто-то собаки мы собаками управляют и кто-то не может я с собаками могу делать все что угодно неважно она огромная маленькая а вот коты нет не мой зверек понятно но нам надо ее пропиарить чтобы у нее вот кто-то нашелся я думаю что она согласитесь что красивые при этом животные да да но такая несчастно запуганная но у нее стресс представляете что такое вот здесь оказаться когда здесь здесь 10 камер новые запахи какие-то это же нет не то же самое что выходить на сцену нас тысячный раз в случае когда мы с константином хабенским он привел свою собаку в театр и шутя предложил мне выведя ее на сцену на трехгрошовой опере мы договорились я перебиваю не спектакль либо романтициям а геронер во время спектакля героя выхожу собакой образно похожий на овчарку она так испугалась мне ее так жалко стало слава богу мы договорились с ребятами всеми жестами показали друг другу уноси даже не уводи и уносили и может что значит энергетика в зале когда даже животное чувствует и ты видишь как огромная в принципе смелая собака превращается в запуганную маленькую маленькую маленькое создание а вы по-прежнему стрессируете когда выходите на сцену или уже с годами и с опытом вот этот мандраж сводится на нет ужасом что я за себя отвечаю и я знаю что мэтры также говорили что нет спектакля чтобы тебя не тошнило перед выходом на сцену но как только ты делаешь этот шаг включается включается что-то проходят болезни температура не знаю извините тошнота и все остальное и ты работаешь ты получаешь наслаждение нет наверное даже наслаждение ты потом получаешь а в процессе ты явно находишься в какой-то параллели другой но там кайф на а энергетика подмозков и съемочные площадки киношные разные абсолютно потому что в театре как я всегда говорю тебя идет обмен со зрителем ты слышишь его дыхание у тебя никогда не будет два раза одинакового спектакля и огромная ошибка если ты как актера выходишь и повторяешь например сегодня в спектакле что-то получилось и зритель например там зааплодировал или ты какую-то реакцию почувствовал который тебе понравилось тебе будет казаться что ты ровно повторяешь все то же самое нет другой зритель другое вообще все время другое и повторять каждый раз одно и то же это погибель на поэтому конечно ты я всегда когда готовлюсь к спектаклю я некоторые сцены даже не знаю как я играть буду то есть импровизируете нет импровизация это своего рода не я не заготавливаю то есть я не не выписываю нотами как я проиграю сцену вот как она пойдет вот главное что вот я там подключаюсь вот как дальше бы как мне партнеры помогут как спектакли мефисто там невозможно подготовиться у тебя есть словесный ряд у тебя есть стихи песни на немецком языке я не знаю танцы огромное количество смыслового на смысловой нагрузки текста тебе надо это точно знать а все остальное ты только знаешь куда как ходить и что нельзя делать потому что режиссер адольфе шапира запретил например какие-то вещи там в таких-то сценах заходить за какие-то так скажем повороты есть определенные рамки а кстати вот насчет вообще зажимов и прочего я помню такую историю что серебряников вам делал замечание что вы не нормативные слова произносите вот не не отчетливо и вот не по-русски во всяком случае был первый спектакль про дебют да если речь да это первый был спектакль после театра вахтангова когда я познакомился с режиссером кириллом серебряниковым он вас пригласил откровенные полароидные снимки спектакль там очень много матов ну мои первые слова начинались конкретно прям вот мой герой главный выходит на сцену и и что и надо было сказать здесь это не пройдет бесполезно говорить я начал заглатывать окончания на что как я знаю как кирилл умеет извините давать жару он после владеет он абсолютно не понимал почему-то заглатываешь окончание что это за год нет таких слов говори я говорю я не могу у меня язык не поворачивается как у меня зритель вот так вот сидит говори к этому быстро привыкаешь а если бы на съемочной площадке вас бы не смутило присутствие коллег вас смутило именно присутствие как бы зрителей но внутри театр несет чистое святое а в жизни вы употребляете да конечно шукай конечно вот но да только вы не говорите что вы не нет я то сам я вообще я бы и в эфире употреблял я считаю что более того я яркий противник того что цензура так начала работать потому что нет ни един ни ни одного слова ни единого словосочетания настолько энергоемкого как извините да но это русский язык я считаю все спектакли в которых у нас был мат в театре мы начинали заменять и во первых зритель реагирует по-другому они это иногда даже пошловато слышится более пошловато чем согласно это может поэтому я всегда говорю можно кого-то попросить сказать пожалуйста принесите мне я вас очень я умоляю вас принесите мне вот там и все да 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 и только стоит да пожалуй как мы не слышали вот точно странная вещь а вы фактически в 14 лет да вот начали первый раз вот и улема климова иди смотри то есть пример с нами когда уже на 14 исполнилось на картине и 15 на премьере а первыми бы на примере на примере 15 то есть вы еще помните условно говоря вот как бы поскольку так рано начали еще те времена когда цензура реально ну было моторов или уже не было тогда ну так как я работал с лим герман чем до меня сильно в цензуру не посвящали но вы же 9 месяцев провели месяцев только съем она на съемка 4 озвучивая как вас мама отпустила вот более того мама ко мне не приезжала и запретили нас я запретил да она приехала ко мне потом когда я уже был худющий жил самостоятельно колол дрова грузил уголь для того чтобы там где я живу было тепло но так или иначе хороший урок для жизни для пацаната да такой старт конечно и по и по и после этого загреметь на три года на подводную лодку но это примерно как морфу ловит речь михалкова тоже он так сказать блеснул мне так посчастливилось я потом на три года до сих пор не могу понять как это случилось ну вот я я хочу понять там вот знали ваши знали как звезда чем больше узнавали что это я и я понимал что если сейчас меня еще кто-то узнает я точно попаду на какой-нибудь атом матч или еще куда-нибудь атомную подводную лодку и мне будет весело поэтому слава богу мне повезло я у меня в принципе береговая часть была но три года а то есть вы не не ходили мне хватило трех лет я думаю да пригодился этот опыт когда-нибудь в актерской деятельности кино или или вообще никак у меня нет ни одного фильма где бы я сыграл флотского флотского да так конкретно чтобы это пригодилось мне как как пацану если тебя забирают 18 лет то первый год ты ходишь вот такого цвета но ты либо тебя сломают либо нет но слава богу мы крепчали то есть то что у нас не убивает делает нас абсолютно абсолютно да я считаю что это большие плюсы для пацана то есть конечно это шоковое состояние я за три года забыл что такое люстра что такое газовая плита для меня шторы это очень смешное слово было что это такое но вы своим сыновьям не пожелаете но старший сын у меня отслужил отслужил да да сейчас вот служат а сколько шуму 22 бы а да действительно надо есть уже 22 но он сам захотел при всем понимании он сказал не хочу косить не хочу ничего я хочу служить я говорю точно точно ну как отец я конечно проконтролировал где он будет служить но служил честно без всяких там я приехал командиру мне сразу сказали только никаких защит ничего я говорю не воспитывайте а вас невротизирует что критика те ленты которые принимаются порой публикой очень хорошо не привечаются вот профессиональными обозревателями кинокритиками или вам это без разницы не без разницы для меня нет критику надо слушать потому что критика учит для меня критика важнее в театре а у нас есть театральная критика такая вот прям вот стоящий кто бы сомневался но в театре театр для меня это живое существо кино это все-таки кино кино как в этот черное окошечко отдаешь энергию не факт что она тебе вернется потом если раньше были большие фильмы был кинозал и ты по дыханию зала чувствуешь там как зрители реагируют то сейчас этого не происходит больше телевизор при всем понимании что дай бог чтоб наше кино по-настоящему встала на ноги а театр он он живой он дышит он каждый раз ты выходишь и маленький это зал ты слышишь как зритель напрягается или как ёжица или как смеется это здорово а вот вы в кино скажешь в кинозале вы свой материал ну кино в котором вы снялись вы когда отсматриваете только на каких-то пример примера да это не всегда почему так случается не нравится у меня за все время сколько я в профессии слова нравится в кино если раньше тебя ежит корчит от того как я ненавижу свой голос что за внешность походка нет это со временем проходит ко всему привыкаешь то есть начинаешь себе не нравится но ты привыкаешь к некоторые вещи конечно но так как как бы назад отскочу когда ты работаешь в кадре не все режиссеры как ни странно но дают посмотреть в монитор ты конечно сразу видишь свои ошибки и пользуясь своим опытом их исправляешь но больше наверное внимание уделяешь если это какой-то экшен экшен кадром уделяешь если уж на то пошло потому что все если это алексей кравченко значит это боевик достала до полной программе причем если ты снимаешься в каком-то другом амплуа у всех пауза сначала вроде хорошо придраться не к чему но он же боевик то что я с автоматом хорошо справляюсь в кадре это только моя заслуга ничья иначе поэтому я и извините женщины могу неплохо в кадре справиться себя не похвалишь никто тебя не похвалят это правда а вот интересно мне допустим кино да там всегда можно результат всегда можно взять и на дивиде смотреть вот чтобы что-то проанализировать а вот как с театральными работами они как-то кем-то снимаются на на месте видео есть возможность на себя посмотреть со стороны нет там со стороны смотришь не так как в кино в театре когда я вижу на определенную сцену слезы в зале это дорогого стоит он всегда что бывает ваши коллеги рассказывать всегда вот может попасться это не зависит от спектакля от материала и от актеров тебя может попасться какой-нибудь зритель откровенно вот скучающий там чуть ли там ниже жующее что нибудь вот если попадается такой или вам вообще не попали бы не смог главное не липнуть на него нет я не только не смотрю я иногда выхожу у меня есть спектакли где я только я-то и могу со зрителем общаться в отличие от других если залипнуть на таком челе извините который будет вот его жена привели его жена привела ему бы коньячку тяпнуть муж где я вообще его где-то видел не помню сериал какой-то ну да ну и чё вот вот если залипнуть на такого вот только бы но зато эти люди самые потрясающие в благодарности в конце спектакля потому что браво закончилось я сейчас пойду тяпну коньячку но это все браво принимают как вот есть такие моменты о чем мне мнение для вас вот я уже понял ваше отношение к профессиональным критикам вот кого вы слушаете вот не назову нет вот я не сверстников нету там родственники друзья и там не знаю вот еще мнение для вас важно а что вы так сказать ну принимаете к сведению все есть такие люди которые выскажутся о вашей работе и это заставит вас там что-то переосмыслить о чем-то задуматься и как-то сделать по-другому или таких нет ну во-первых для меня мнение моей жены с которой мы играем в спектакль надежды борисов поэтому она может профессионально лев ланч борисов которые всегда удивительная вещь мы как-то раз надежды сыграли сцену там такая чушь была написана вы только для тех зрителей которые может не в курсе вы так полностью озвучить это был сериал братаны и сцена была на мировозгла супруга мы сыграли с надежды борисовый да она играет мою девушку и вдруг мы открываем новую сцену которая была написана она длинная огромная но мой герой в ней прописан просто извините за выражение таким жлобом я говорю меня в мой герой не может быть таким он не у меня не я не могу его у меня не получается это все равно что из другого другого взяли персонаж мы вдвоем переписали сцену потому что подошел режиссер сказал надо снять пожалуйста придумайте что-нибудь мы вдвоем с надеждой переписали сцену и самое удивительное когда лев иванович смотрел он смотрел он всегда молча смотрел смотрел говорил только в конце а тут молчит полчаса молчит час молчит потом подскажите а вот эту сцену на кухне разговор ваш кто написал эту сцену мы так мы сейчас думаю ночь скажет там что-то такое он говорит в эту сцену я верю поэтому конечно всегда прислушиваюсь к надежде но мы иногда так спорим знаете с родным человеком всегда тяжело с одной стороны легко потому что ты я знаю многих актеров которые например любовной сцены играют хорошо только женами но при этом когда заходит спор у меня есть мое мнение у нее и и вот это вот термоядерный взрыв иногда может случиться поэтому но ничего потом выдыхаем как-то вот любовные сцены меня секса всегда кстати озадачивала то есть я я вот понимаю когда там ревнуть я знаю что ваша первая супруга она очень вот ну ревновала вас в том числе и вот там к этим сценам не говоря уже о том что там реальные поклонницы одолевают не вообще никогда не не возникает вот когда надежда там с кем-то там то есть вот просто совсем а ведь но как же а как же чек же должен вживаться в роль значит он должен что-то партнер в этот момент все-таки испытывать его не всегда задает вопрос а как снимаются вот сексуальные сцены когда я говорю ну а вы когда-нибудь можете себе представить что вот вы замечательная девушка в кровати над тобой камера если посмотреть еще чуть повыше еще 15 мужиков стоит и чуть ли не на голову тебе стряхивают пепел но при этом всех же выгнали из павильона потому что партнер попросил или партнерша попросила как правило девочки просят все ушли все ушли только все наверху стоят на лесах и давай давай браком давай еще вот так вот его еще крепче давала обнимем это же кошмар ты об этом ты в этот момент ни о чем не думаешь верю верю алексей мы финишируем вот этой игрой вправду значит как выглядит в этом красном мешочке есть четыре фишки вы должны наугад слепую выбрать одну из этих четырех не сказать какого она цвета это белая значит свободный вопрос это я вам сам тогда задам вопрос потому что ничего нет а я задам вот вопрос вот только сейчас заметил что у вас серьга в легких раньше как не обращал не как давно она у вас ну тоже лет на 10 а тату на 1 бицепсе если можно показать или режиссер можно о как это что это еще там есть там есть там есть там есть я знаете как говорят стоит начать подоговорить затягиваешь на профессии останавливает я не могу здесь сделать на шее не могу но это моя жизнь на самом деле его жизнь жизнь алексея это это театр все-таки да я правильно понял поэтому я напоминаю о том что сентября стартует новый сезон там хотя вот где можно посмотреть нашего гостя нефис добро пожаловать огромное вам спасибо спасибо смотрите вот вы сказали про окошко она не убежала она обычно